Приветствую вас! Если говорить о сути вашей проблемы, то она изначально заключается в том, что вы со своим молодым человеком немного разные, и у вас довольно существенные возрастные ограничения. То есть, вам наслед был на момент начала обможения, ему, соответственно, 22 года на момент начала обможения, и это не могло не создавать проблем, потому что впоследствии вы понимали для себя, чего вы хотите. Впоследствии вы понимали, что вам нужно более, так сказать, более ясно. Понимаете? Вам нужна самореализация, вам нужны перспективы. Мужчине это, в принципе, не нужно. Более того, да, он может быть изменился, может быть он стал более уверенным в себе, но, если честно, вызывает некоторые подозрения, то, как он себя сейчас ведет, потому что, ну, объективно, вот объективно, видит чили. Ну, вот, если он действительно работает с психологом, то любой грамотный психолог молодому человеку даст понять сразу, что вот как он себя ведет, так вести себя, вообще-то говоря, ну, нельзя. Потому что это навязывание. И никак его поведение не вяжется с тем, значит, что он там что-то для себя осознал, что он там что-то для себя понял и так далее. То есть это вот довольно, на мой взгляд, серьезный момент, который, ну, на который нужно отдельно заострить внимание. Вот. То есть, если молодой человек действительно, как он говорит, исправился и изменился, и стал другим, то очевидно, что его настойчивость по отношению к вам, она, ну, мягко говоря, немного странная, потому что как-то вот противоречит тому, что он, ну, вроде как должен был поменяться, вроде как, ну, должен был стать другим. Далее, значит, вот это вот то, что я могу сказать вам непосредственно по ситуации. Теперь дальше, далее. Вопрос. Я люблю своего молодого человека. Как мне понять, что я к нему чувствую? А если мы с вами говорим о любви, то любовью можно назвать желание сделать его счастливым. Молодого человека, я имею ввиду. И любовью можно назвать желание делать это постоянно. Желанием любовью можно назвать стремление сделать его счастливым, безусловно, и без стремления получить что-то взамен. У вас же получилось так, что вы почувствовали себя, не имеющий сил его поддерживать. То есть желающие, вы желали и желаете получить некую обратную связь от него. И это, на самом деле, наводит на мысль о том, что, скорее всего, вы его не любите. У вас к нему возникла, скорее всего, привычка, потому что, ну, вы пишете о том, что у вас много было хороших моментов, и много у вас с ним было всего общего, что не было возможности реализовать. И я так полагаю, что то, что вы не можете его отпустить до конца, связано вот еще с чувством вины. Чувство вины – это взятие на себя чрезмерной ответственности за человека, который, ну, который находится не в компетентной, некомпетентной вашей ответственности в действительности. И это чувство вины, оно является привитым, оно является внушаемым. Оно было, ну, было, как бы, внесено вам, вашими родителями, вашим окружением, и это чувство мешает вам поступать здесь правильно, это чувство мешает вам здесь поступать верно и так далее. Чувство вины – это замещение ответственности, то есть вам, молодой человек, нужен для того, чтобы с ним, возможно, идти, ну, к определенной своей цели. А вот без него вы боитесь, что у вас, скорее всего, не получится. То есть, для того, чтобы определить, любите вы его или нет, задайте себе такой вопрос. Собственно, хотите ли вы его сделать счастливым? Безусловно, безопрекционно, ничего не требует взамен. Если да, это любовь. Если вы, как мы говорим, боитесь, боитесь, что он не изменился, или боитесь, что он будет, что он, критально боится вас потерять и будет опять такими, это значит уже не любовь. Это значит, что вы выбираете человека по комфортным для себя условиям. Но это все же не любовь. То есть, вот здесь нужно быть честным с собой. Это важно, чтобы мы были именно с собой честны. Знаете, на самом деле, мужчина, я говорю, он, если в нем изначально нет какого-то желания идти вперед, да, то есть развиваться там, достигать каких-то вершин и так далее, если в нем изначально это нет, то в нем этого и не будет. И его работа с психологом довольно странно. Значит, далее. Мне стоит попробовать поговорить с ним и начать отношения заново. Вы понимаете, по большому счету, отношения заново, начать отношения заново, в общем-то, не является здесь сколько-нибудь правильным решением, потому что молодой человек к этому готов. Молодой человек на это очень сильно рассчитывает, на то, чтобы начать с вами отношения как раз заново. Это то, что ему в данный момент нужно. И поэтому первое очень большое время он будет всячески прикладывать все усилия для того, чтобы вы поверили ему, что он действительно изменился. Поэтому, на мой взгляд, начиная заново отношения с ним, ну, никакого смысла не имеет в том смысле, что он к этому готов и именно этого он как бы хочет, он именно этого желает, чтобы вы сейчас с ним были готовы выстраивать отношения эти самые заново. И правда здесь в том, что это совершенно не отношает того момента, что он действительно исправился. Вот, по большому счету, это ответ на ваш первый вопрос, ну, на вашу первую группу вопрос, скажем так, да. Далее, что меня тормозит и беспокоит в этих отношениях, несмотря на то, что парень очень мне нравится, опять же, может, я люблю бывшего. Беспокоит вас в этих отношениях чувство вины перед твоим бывшим молодым человеком. Вы считаете, что что-то вы должны, вы считаете, что чем-то ему обязаны, вы считаете, что не имеете права жить без, как бы, не имеете права жить без него, и вы считаете, что вы, что вы прямо должны, должны вы жить без него, как бы. Вот. И здесь надо сказать, что ситуация такова, что поскольку вам мешает чувство вины, то, соответственно, ответственно, оно вам и будет мешать, пока вы сами для себя с ними разберетесь и не устраните причины этого чувства вины. Это во-первых. Во-вторых, если мы с вами говорим о том, что вас может проводить, то сдаться заключается в том, что, скорее всего, скорее всего, вы сомневаетесь в том, отвечает ли мужчина вашим требованиям. Вы сомневаетесь в том, является ли мужчина тем настоящим, кто вам нужен. И напрягает вас то, что он недавно вышел из отношений. Так же, как и вы. И вас будет смущать то, как вы страдаете, мучаете, мучаетесь, переживаете. Так и он переживает мучается и страдает. Ваш парень, который с вами сейчас настоящий парень. И почему мучается и страдает? Потому что вышел из тяжелых для себя отношений. И вы знаете, что эти отношения для него, они тяжелые. И именно потому, что вам тяжело, вы понимаете, как тяжело ему. И вы понимаете, что все это ненадежно и нестабильно. Именно поэтому вас это замазит. То есть, стоит вашему, например, парню убедить вас, как-то вот, серьезно в том, что вы, например, можете к нему вернуться, и вы тут же к нему вернетесь. Ну, или вы допускаете возможность, например, начать отношения заново. И то же самое, ваш мужчина, ваш мужчина второй. То же самое. И вы знаете, что у него скорее всего такая же ситуация. И это вас опять не тормозит. Как понять себя и свои чувства, как поступить правильно и никого не ранить. Вы знаете, в этой ситуации не получится так, чтобы вам никого не ранить. Вы и в любом случае кого-то ранить. И, правда, и кричать в том же, что ваш молодой человек по названным мной причинам, скорее всего, либо обманывает вас в том, что ходит к психологу, либо делает это не добросовестно, потому что его поведение точно не поведение человека, который работает с психологом, либо психолог совершенно по-другому бы скорректировал бы его поведение. Это нужно очень четко понимать. А это значит, что ваш бывший молодой человек, который закодировался в 22 года, который не особо стремится развиваться и каким-то перспективам, а ваш молодой человек здесь как бы сам в итоге получает то, что он хочет, то, что он сделал. То есть вот он как себя ставил в отношениях, так он, в принципе, это и получил. А вот ваш второй, например, молодой человек, он более достойный. Но проблема в том, что вам нужно самостоятельно разобраться со своим чувством вины и со своей ответственностью, потому что с этими двумя аспектами вы до сих пор не разобрались. То есть вы не устанавливаете грань между тем, за что ответственен вы, например, и тем, за что ответственен он, допустим. И из-за этого у вас возникают большие проблемы. Сейчас-таки в этом консекте я и предлагаю вам подумать. И перестать думать обо всех, то есть чтобы никого не ранить. Возможно, вот это вот ваше желание никого не ранить и играет с вами, ну, в данном случае довольно-таки злую шутку. В том плане, что, например, чтобы всем было хорошо, вы вредите себе и из-за этого в итоге страдаете. Вот. И что вам еще сказать? Опять же сравнение, да, вы сравниваете. Сравниваете вы этих двоих молодых людей, потому что с первым молодым человеком вам было хорошо. Вам не нравится только то, что он вас ревновал и то, что он, по сути дела, там, вас оскорблял. И не нравится вам, что вот он не соответствовал немного вашим представлениям о жизни. Я имею ввиду в плане переезда, в плане перспектив и так далее. Вот. Но в основном он вас устраивал. А другой молодой человек, он, может быть, хороший в другом, но, даже у него есть свои недостатки. И именно поэтому вы постоянно сравниваете. И правда заключается в том, что вам, сначала, нужно выйти из отношений с этим молодым человеком в любом случае. Потому что вы изменились за момент нахождения с ним в отношениях. Это первое. Вы изменились. Вы стали другой. Второе. Значит, работать над своим чувством вины и над пониманием того, зачем вам этот молодой человек. И побыть в одиночестве. Да, вы говорите, что он вам не позволяет это делать. И вот тот, кто вам не позволяет это делать, говорит как раз таки о том, что он не изменился. Он по-преднему пытается вас добиться и вас вернуть. Почему? Потому что он в себе не уверен. Он боится вас потерять. Страх потерять вас – это не результат работы психолога. Вот этот момент вы обязательно постарайтесь для себя зафиксировать. Ну а почему вы оказались в такой ситуации? Это связано и с вашей семьей, и с вашим детством, и с вашими установками и так далее. Я думаю, с этим при необходимости и при вашем желании можно разобраться и понять, что же заставляет вас вот так вот относиться. Вот, в принципе, на все ваши вопросы ответил. Буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...